С нами на связи Юрий Фёдоров, кандидат исторических наук, профессор Прасского университета, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Добрый вечер. Юрий Евгеньевич, а какую бы вы оценку дали вот этой помощи, ну, в частности, со стороны Соединённых Штатов Америки? Насколько она велика, чтобы подразумевать, знаете, какие-то переломные определённые вещи на поле боя? Ну, понятно, что в пользу Украин. Если говорить о переломных вещах, то я должен отметить поставки боевых машин пехоты Брэдли. Это первые поставки, ну, сравнительно тяжёлой, не совсем тяжёлой, но сравнительно тяжёлой бронетехники, которая необходима, ну, прежде всего, для наступательных операций. 50 таких боевых машин пехоты, это, само по себе, это не очень большое количество, но я понимаю так, что это первая ласточка. Первая ласточка в качественном расширении номенклатуры военной помощи, которую западные союзники оказывают Украине. Потому что вслед за, или, точнее, параллельно с поставками этих боевых машин пехоты, есть информация о поставках, будущих поставках, но у меня уже, так я понимаю, согласованы, колёсных танков, французских колёсных танков, АМХ-10РЦ. Это очень серьёзное оружие. И о поставках западно-германских машин, броневых, боевых машин пехоты «Мардер». Всё это, повторяю, это качественное расширение номенклатуры, потому как до сих пор, несмотря на достаточно настойчивые просьбы, и очень аргументированные просьбы Киева, западные союзники не поставляли таких вооружений. Вооружений, повторяю, которые очень пригодятся Украине для проведения наступательных операций, о которых очень много говорят. При этом я бы хотел отметить, что и 100 бронетранспортеров М-113 – это тоже серьёзная помощь. Но, правда, эти бронетранспортеры не имеют тяжёлого вооружения. Собственно, различие между бронетранспортером и боевой машиной пехоты – это наличие артиллерийского вооружения, то есть пушки. Вот на бронемашинах Брэдли установлена автоматическая пушка 25-мм калибра. Это, казалось бы, не очень большой калибр, но там у этой машины, у этой пушки, прошу прощения, очень большая скорострельность до 200 выстрелов в минуту. Так что снаряды, особенно если они снабжены наконечниками, специальными такими стержнями из обеднённого урана, это, в общем, разносят достаточно надёжно, разносят в пух и прах, ну, скажем, БМП-1, БМП-2, которыми в основном вооружена российская армия на Украине. В Украине, прошу прощения. Кроме того, эти автомашины оснащены ещё и пусковыми установками для противотанковых ракет, так называемых ТОВ. Это очень надёжное оружие, не новое, но проверенное, проверенное неоднократно в разного рода войнах. Это оружие с помощью этого вооружения, в общем, достаточно эффективно и надёжно уничтожаются танки и другая бронетехника противника. И таких боеприпасов поставлено. Они наводятся по... Это такие ракеты, которые оснащены оптической камерой, то есть наводчик видит, куда эта ракета летит, потому что она передаёт всю цену оператору, управляющему ей, то есть человеку, находящемуся в кабине вот этой боевой машины пехоты. И по проводам он способен коммуницировать, постоянно держит связь с этой ракетой и направляет её на цель, то есть на танк противника, ну, скажем так, на танк или на боевую машину пехоты, в общем, туда, куда она должна попасть. И уровень, и, так сказать, коэффициент эффективности, то есть коэффициент попадания очень высокий. Ну, так что можно считать, что 500, 500 вот этих вот боеприпасов, управляемых ПТУРСов, это, ну, будем считать, что это ещё 200 танков противника, которые будут уничтожены. Ну и, наконец, важное место в этом пакете помощи, который вот уже подписан и будет реализован в ближайшие недели, это 18 самоходных артиллерийских установок «Паладин». Это 155-миллиметровые самые тяжёлые артиллерийские установки, самые крупнокалиберные, которые есть в американской армии, которые до сих пор находятся на вооружении американской армии, очень хорошо себя зарекомендовали. И, соответственно, будут поставлены и артиллерийские боеприпасы к этим САУ, самоходным артиллерийским установкам, в том числе боеприпасы, высокоточные боеприпасы, так называемые, ну, в официальном списке, списке опубликованном Министерством обороны Соединённых Штатов, они не указаны их названия, но это, судя по всему, боеприпасы «Эскалибур», управляемые снаряды, которые наводятся на, ну, не только выстреливаются, но и в процессе полёта они могут корректировать свою траекторию полёта для того, чтобы точно попадать в цель по взаимодействию со спутниками, при помощи спутниковой навигации. В общем, это очень серьёзный пакет помощи, который показывает, ну, то, что слова Энтони Блинкина о том, что Соединённые Штаты будут вместе с Украиной, ну, что это не слова, а дела. Юрий Евгеньевич, у продолжения нашего с вами общения, давайте ещё раз напомним, что 20 января этого года состоится уже, напомню нашим зрителям, восьмая по счёту встречи, контактная группа вопросом обороны Украины. В рамках подготовки предстоящей встречи формата «Рамштайн» 20 января основными темами обсуждения будет текущая военная ситуация в Украине и координация дальнейшей военной поддержки оборонной кампании Украины. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, анонсирая новый «Рамштайн», заявил, что Украина возлагает большие надежды на новые решения об оборонной поддержке со стороны партнёров и назвал заседание очень важным для объявления новых решений. Вот, Юрий Евгеньевич, какими могут быть эти новые решения для Украины? Как Вы думаете? Ну, во-первых, очень трудно предсказывать решение будущей встречи в формате «Рамштайн», просто потому что эти решения, как я понимаю, готовятся. Но, что касается, с моей точки зрения, могут быть приняты решения, прежде всего, по дальнейшим поставкам совместных, ну, поставкам из разных стран, не только из Соединённых Штатов, поставкам, прежде всего, бронетехники и артиллерии. Вот это то, в чём очень нуждается Украина. И мне кажется, что когда господин Кулеба говорит о очень серьёзных и важных для Украины будущих поставках, он имеет в виду, прежде всего, вот эти моменты, вот эти комплексы вооружений. Я просто напомню, что главнокомандующий вооружёнными силами Украины генерал Валерий Залужин в своём очень известном и нашумевшем интервью журнала «Экономист» в декабре месяце, он обозначил те цифры и те направления помощи, которые крайне необходимы Украине. Он, значит, генерал Залужин назвал цифру в 300 танков, 500, 600, нет, 500-700, по-моему, боевых машин пехоты, ну, вот они уже начинают поставляться, и где-то порядка 500 артиллерийских установок. Ну, пока, конечно, те цифры, которые мы видим вот сейчас, пока они не полностью совпадают, ну, хорошее дело начало, особенно, когда речь идёт о поставке боевых машин пехоты. Мы можем считать, что лёгкие колёсные танки собираются поставить 40 единиц к 50 БМП «Брэдли», ну, это уже что-то такое, что может серьёзно улучшить положение оснащения вооружённых сил Украины. Тут сомнений в этом нет. Но поживём, увидим, не будем предсказывать, что будет решено вот на очередном Рамштейне 20 января. Да, возможно, мы услышим то, о чём даже и не догадываемся сейчас, когда-то мы могли только говорить и думать о «Хаймарсах», потом они появились в Украине, ну, и не только, да, «Хаймарсах». Гаубицы, да, да. Юрий Евгеньевич, а я хотел бы, знаете, вот без предсказаний, но просто услышать ваше экспертное мнение. Если мы говорим об этой технике, да, об этих БМП «Брэдли», «Мардеры», мы берём вот эти колёсные танки французские, вот если исходить из их тактико-технических характеристик, да, вы уже их, в принципе, описали, на что они способны, чем владеют и какие цели способны поражать, да, если взять вот эти ТТХ и привязать к времени года и возможным каким-то операциям, то когда они запустятся на полную, когда ожидать их действий на поле боя, когда лучше бы, возможно, было их использовать? Ну, вы знаете, конечно, легче всего ответить, чем раньше, тем лучше. Это понятно. Ну, да, да, согласен. Вот. Тут есть, правда, и некоторые другие моменты, которые требуют достаточно серьёзного взвешивания и анализа. Но прежде всего, видите, этой техникой нужно учиться управлять. Конечно, военнослужащие вооружённых сил Украины достаточно, особенно когда речь идёт о баркелеристах, танкистах и так далее, они достаточно квалифицированы, очень быстро овладевают западной техникой. Это факт, который отмечали многочисленные наблюдатели, эксперты военные, западные военные, которые говорили о том, что обучение и овладение этой техникой, этими вооружениями со стороны военнослужащих ВСУ идёт гораздо быстрее, чем, скажем, этим занимаются. На это уходит меньше времени, чем у военнослужащих, скажем, европейских армий НАТО или военнослужащих Соединённых Штатов. Но это тоже понятно, потому что мотивация очень сильная. Тут чем сильнее мотивация, тем быстрее люди овладевают такой техникой, такими вооружениями. Это понятно. Но, тем не менее, нужно и уметь управлять этой техникой, её использовать, нужно создавать системы обслуживания этой техники. Это тоже важно. То есть, нужно иметь людей, которые обучены её ремонтировать. Потому что любая техника в условиях боёв, в военных условиях, она, ну, бывает, ломается, выходит из строя. Значит, что, ну, как и любая техника, тут ничего нового нет. Значит, нужны ремонтные мастерские, ремонтные заводы, желательно расположенные в безопасных или сравнительно безопасных местах. Ну, безопасных с точки зрения возможных ударов крылатыми ракетами или там авиации России. Так что иногда такие ремонтные мастерские, ремонтные центры, даже не мастерские, а ремонтные центры крупные, устраиваются за пределами Украины, ну, в близлежащих странах-союзниках. Ну, вот это важный момент. И тут, кстати говоря, вы знаете, вот один из серьёзных аргументов, почему Соединённые Штаты до сих пор не приняли решение о поставках танков Абрамс, заключается в том, что нужно первоначально создать систему обслуживания этих танков. Ну, это ведь, всё это факты, потому что, ну, техника есть техника, война есть война, и, конечно, хотелось бы больше, но есть самые разные факторы, которые нужно учитывать. Но, правда, я думаю, что военнослужащие Украины, они уже обучаются. И обучаются владеть этой техникой, уметь с ней обращаться и так далее. Но тут, конечно, и об этом, по-моему, говорил и господин Кулеба, об этом говорили и военные руководители Украины. Дело в том, что планы поставок и сроки поставок, они, в общем, так или иначе согласуются с военными планами вооружённых сил Украины. Это же не просто заполняются какие-то требования, и там решают... Юрий Евгеньевич, мы вам очень благодарны за анализ в нашем эфире. Благодарны, всегда рады будем видеть и обсуждать важные темы. Юрий Фёдоров, кандидат исторических наук, профессор Парского университета, военный эксперт, был с нами на связи.